5 октября, хоть и не красный, но важный день календаря. Сегодня профессиональный праздник отмечают учителя более ста стран мира. В Краевом центре педагогических работников встречали на красной дорожке, а после для них подготовили награды, грамоты и музыкальный сюрприз от солиста популярной группы «Песнеры». Об этом и о том, почему учителю физкультуры нельзя кувырок, сюжет Анастасии Зубрицкой. День учителя. День учителя. Не помню. День учителя. День учителя. День учителя. Так оригинально и с юмором к поздравлению учителей подошли ученики в 23-й школу Пятигорском. Старшеклассники спросили у малышей, тяжело ли быть педагогом, как ему одеваться и должен ли учитель физкультуры делать кувырок. Да. А хотя нет, потому что дети могут повторить этот кувырок и сжигнуть себе шею. А это видео поздравления уже от ставропольских школьников. Восьмиклассники 12-й гимназии провели параллель со своими занятиями и уроком учеников младших классов. Вот результат. К доске пойдет отвечать. Итак, ребята. К доске пойдет отвечать. Принимают поздравления ставропольских учителям и в более серьезном формате. Здесь, во дворце детского творчества, совсем скоро начнется большой концерт по случаю праздника. А пока виновники торжества поднимаются по красной дорожке. Они заходят во дворец детского творчества под громкие поздравления детей. Любимые ученики лучше на свете! Школьники первыми вручают цветы учителям и в зале, а после награждения и поздравления от первых лиц города и края. Я к вам обращаюсь, мои дорогие учителя. Вы по-прежнему учите всех, кто сидит в этом зале, кто за пределами этого зала. И самое главное, что есть в традициях ставропольского учительства, это как раз сохранение традиций. Уже в 25-й раз поздравления в свой профессиональный праздник принимает и заслуженный учитель России Наталья Бекетова. К профессии она шла долго и не жалеет о своем выборе. Я люблю свою работу, люблю лицея, в котором работаю, потому что мне там комфортно, потому что каждое утро я хочу идти на работу. А согласитесь, это очень важно. Когда ты встаешь и ты думаешь, я иду на работу в то место, которое ты любишь и в то место, где ждут тебя. Только в краевом центре профессиональный праздник отмечают больше 4000 педагогических работников. Поздравить их приехал и глава администрации Ставрополя Андрей Джадоев. Он отметил, в этом году учителя города добились серьезных успехов. Значительный, качественный шаг вперед. Напомню, это четыре первых места в краевом конкурсе, где участвовали наши педагоги и наши воспитатели. Это первое, второе место в краевой зорнице. Наверное, таких конкурсов много проходило на федеральном уровне. Почетные знаки, награды и премии. Все это дарили заслуженным учителям. Еще один сюрприз на сцене солист легендарной группы «Песниры». Желаю вам всего-всего самого-самого наилучшего и главное здоровья и терпения в вашем нелегком труде. Вы этого достойны. Спасибо вам большое. Валерий Скоражон отподарил ставропольским учителям несколько музыкальных композиций. Ставропольских учителей поздравили и в Кремле. На финале всероссийского конкурса «Учитель года-2016» побывала наша делегация. Анастасия Зубрицкая, Иван Фильянов, Ставропольское телевидение. Продолжение следует... Анастасия Зубрицкая, Иван Фильянов, Ставропольское телевидение.